Вы знаете, где я нахожусь? Разумеется же нет. Так вот сейчас я вам расскажу. Мы вместе с дружком проделали очень большой путь, чтобы найти то место, с чего все начиналось. И мы его нашли. Вот оно, то самое место. Нет, ну вы представьте, я посетила место, с чего все начиналось, и место, где я не была полтора года. Тут даже мой фрестак и доски остались. Вот та самая речка, в которой я добывала кости, чтобы приручить дружка. Я на самом деле, я далеко от дома, примерно, наверное, в тысячи блоков, может быть, от него, может быть, и меньше, я не знаю, ну, в общем, очень далеко. Реально, это место очень-очень много для меня значит, для дружка, наверное, тоже. И я вам сейчас даже реально покажу место самое, то самое местечко. Вот оно. Вот здесь началось все. Вот тут я срубила свою первую сосну, которую я не дорубила по какой-то причине. Мне не верится, что я посетила это место. Ну вот, я вам и показала все, с чего начиналось, одно из самых значимых мест для меня в этом мире. И теперь я отправляюсь к себе на базу. Я уже дорогу знаю наизусть, мне так кажется, потому что я раньше когда-то пыталась найти это место. Да и, разумеется же, дошла же как-то до туда. Я потратила большое количество времени, чтобы найти это место моего спамма, потому что я немножко за год подзабыла, где оно находится. Но я вот хочу 25 апреля, это, получается, день рождения моего мира, можно так сказать, вернуться на это место, еще раз посетить его и снова вспомнить, с чего все начиналось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а вот и моя база. Дом, милый дом. Наконец-то я дошла. Заодно успела проведать свою первую базу. Да, не лучшее строение в моей жизни, но зато одно из самых запоминающихся. В этом видео я буду строить старую, можно так сказать, заброшенную избушку на вершине горы, потому что большинство за нее проголосовали. Да, меня очень долго не было с нормальными длинными роликами, прошу прощения, не хватало времени, но вот наконец-то у меня оно появилось, и я решила записать ролик. А также это связано еще с тем, что именно вот эта вот часть летсплея мне далась очень тяжело, потому что, как я говорила, не было времени, а также не могла придумать избушку вот эту вот самую. И спасибо большое шедевруму, он мне помог. Я вбила все, что хотела, и он мне выдал вот такой вот замечательный вариант. Я решила его взять. Можно так сказать, наш референс. Выбрала я вот такое вот местечко, также пока я не снимала, я играла в моем мире и пыталась выбрать место. У меня было аж три кандидата, это вот это место, но я поняла, что тут мало, очень маленький масштаб территории, и мы сюда не влезем. Потом вот та вот горка, там тоже самое, такая же причина. И наконец-то я дошла до этого места, потому что здесь все идеально, тут просто очень классный, красивый вид, сюда легко забраться, и все такое. В общем, вот в этом месте я и буду выгонить нашу заброшенную избушку. Вот. Получается, следуем референсу, и, пожалуй, я начну строить еще, думаю, в шестой серии я буду реставрировать вот деревню с жителями. Скорее всего, это будет именно так. Но это еще не точно. Если что, наша избушка будет состоять из булыжника, сосны и темного дерева. Она будет небольшая, но зато я попытаюсь сделать ее максимально красивой. Рядом можно сделать тоже какие-нибудь руины, так как тут очень интересная предыстория, все уже ее знают, думаю, те, кто меня давно смотрит, ну и все такое. Ну, а я начинаю строить, пытаюсь сделать ее посередине этого поля, чтобы это выглядело более-менее ровно, можно так сказать. Делаю фундамент из булыжника. Он у нас послужит своеобразной платформой для избушки. Ну, как бы я следую референсу. Далее я стала возводить стены моей избушки. После постройки этих столбов я занялась уже самими стенами. А потом добавила вот такое вот колецо, которое послужило изюминкой для моей избушки. Затем я вырастила темный дуб, древесину которого я планирую использовать для ступенек, которые пойдут на строительство крыши. Ну, вот так вот потихоньку избушка приобретает крышу. Далее я добавила объем своей избушки. Разумеется же, снаружи и внутри. Потом совсем немного поработала над интерьером. Потом я стала выращивать рядом с избушкой цветы и сажать ягоды. Что добавило какую-то изюминку к постройке. А позже я вырастила и темный дуб на холмике, как и задумывала. А потом, следуя своей задумке, я построила рядом обелиски или тотемы. Но потом я осознала, что недостаточно объема у избушки и решила его добавить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне нужно было думать заранее над видом этого мостика, потому что я очень сильно с ним намаялась. Как видите, идея приходила ко мне в процессе строительства. Поэтому было нелегко построить красивый мост. Но все же мне это удалось. Как по мне, очень даже неплохо. Правда, закончила я строительство мостика только к ночи. Ну и вот какая замечательная постройка получилась у меня в итоге. Мне очень нравится. Еще одно здание, которое придает еще больше уникальности моему миру. Ну а вам большое спасибо за просмотр. С вами была Анна Кэт. Всем пока-пока.